Итак, приступим к сборке цветка. Берем два самых маленьких лепестка и придаем им вот такую вот форму. Как бы чуть-чуть скручиваем их. Один и второй в эту же самую сторону. И теперь вкладываем один в другой, чтобы получился такой как бы бутончик. И скручиваем внизу у основания концы. Причем вот внимательно в ту же сторону, куда у вас скрутка у лепестков направлена. Можно взять вот такие вот плоскогубцы, которые помогут скрутить потуже. Вот, получилась вот такая сердцевина цветка. Теперь, если есть возможность... Вот у меня проволока не очень такая, не очень мягкая, как бы стальная. Но если у вас есть возможность, то можно взять следующие лепестки. Вот три средних лепестка. И все их, или хотя бы один или два, тоже прикрутить сюда. То есть, чем больше мы лепестков прикрутим, то есть то есть то есть нам нужно экспериментальное рассмотрение. Вだけ было из печати, будет желание сказать пр좀을. Хотя у нас же совсем смотрит такой lipопулярный усын, и он не хотите запомнить interviews. Так было даже и уточить до десятков человек, говоря,ibles. Так у меня есть значок, наверное, я потом к� consecration. Если бы ваша вечера DP warten потому, И конечно же мы Baldùу Carol proved вilation, пока ка reflexикиificar 수� под hogy до справедливо распроем.. , но в результате делаем больше на данный момент, Franco. Продолжение следует... Мы ее посадим на стержень 1,8 мм, длиной примерно 25 см. Можно взять стержень 1,6 мм. И при помощи флористической ленты посадим вот эту верхушечку на стержень. Для этого ленту где-то отмеряем полметра и обрываем. Обрезать ленту не нужно, потому что когда вы обрываете, в том месте, где получается разрыв, она уже растягивается. Сразу же ленту растягиваем. Сначала надо ее прикрепить к кончику стержня. Подставляем вот так вот кончик. И теперь подставляем стержень вплотную к цветку. Можно даже куда-нибудь там чуть-чуть просунуть вот между. И прикручиваем при помощи ленты. Сердцевина цветка. Ленту хорошенько растягиваем. Нужно ленту почувствовать, чтобы натягивать ровно столько, чтобы она не оборвалась. Но в то же время, чтобы она хорошо растягивалась. И теперь, когда примерно все проволочки покрыли, обрываем. Вот у нас получился уже... Роза получилась уже, что сидит на стержне. Вот эта вот сердцевина. И за счет того, что стержень покрыли лентой, дальше уже не будет скользить. Теперь берем проволоку для сборки. Примерно около одного метра. Подставляем ее вот так вот. Направляя конец вдоль стержня. И сначала прикручиваем, делая пару витков снизу вверх, к саму проволоку. Теперь, когда она уже держится здесь, подставляем оставшиеся пять крупных лепестков. Красиво распределяя их по кругу. Каждый лепесток примерно два витка нужно сделать, чтобы закрепить. Обратите внимание, что лицевая сторона вот здесь, а изнаночная снизу. Теперь следующий накладываем чуть внахлёст. Ножку чуть-чуть отгибаем, чтобы она плотнее прилегала к стержню. Потуже затягивайте вот этой вот проволочкой. И теперь вот, чтобы эти лепестки вот так уж слишком как бы не отваливались от цветка, придаем им вот такую форму. Здесь, снизу, у основания лепестка вогнутую. На конце отгибаем его. Теперь, когда мы прикрепили все лепестки, будем прикреплять чашелистики. Розу пока сильно не нужно раскрывать, чтобы нижние лепестки не мешали процессу сборки. Вот здесь у нас, значит, последний лепесток я закрепила двумя оборотами. Вот он. И сейчас будем прикреплять чашелистики. Выбираем самое подходящее место, куда первый подставить. Ну и берем чашелистик. Вот здесь у него лицевая сторона, где не видно проволочек. Поэтому ей подставляем. Она отгибается, чтобы вот она наружу была. Подставляем, прижимаем и тоже два раза прикручиваем. Дальше следующий, например, вот я сейчас взяла самый большой, сейчас возьму самый маленький. И подставляю его вот рядышком, чтобы чуть-чуть можно, чтобы расстояние оставалось. Наша задача чашелистики распределить равномерно по всему основанию розы. Сейчас я вот уже делаю не всегда два оборота, иногда по одному, чтобы не получилось слишком толстым основание розы. Так, и последний. Вот как раз для последнего вот тут вот место и осталось. И теперь, когда все готово, когда все мы подсоединили, все пять чашелистиков, чуть-чуть я вот так вот уплотняю вот эти все стерженьки. Кстати, вот будьте внимательны, чтобы вот эти вот проволочки друг с другом не перекручивались и вокруг стебля тоже не обвивались, чтобы они вот шли параллельно. Тогда будет аккуратнее в итоге смотреться ствол. И теперь дальше просто делаем витки проволокой. Где-то через миллиметр, чтобы закрепить все вот эти ножки. И если у нас тут все получается слишком толсто, то можно, пока еще мы их проволокой не замотали, можно обрезать только по одному, по одной проволочке. Не все сразу, а по одной. чтобы не было резких перепадов. Вот так вот выделяем эту проволочку, которую хотим обрезать и обрезаем. Покрыв стебель примерно на 3-5 сантиметров. Закрепите проволочную обмотку, просто скрутив конец рабочей проволоки с одним из концов вдоль стержня. И тоже направляем вдоль стержня. Вот получилась вот такая вот обмотка проволочная. Дальше остается только покрыть лентой. Теперь берем ленту флористическую. И вот я ее уже разрезала пополам вдоль, чтобы получилась вот такая тоненькая ленточка. И для начала будем самый верх розы обрабатывать ею. Вот смотрите, закрепляем вот так конец. Вот тут держим его. И теперь снизу вверх начинаем обматывать. Растягиваем, чтобы она стала липкая. Натягиваем так достаточно сильно, но в то же время, чтобы не порвать. И вот теперь смотрите, когда мы добрались до самой верхушки, вот там все равно еще торчат вот эти проволочки для сборки. Поэтому, чтобы их закрыть, вот этой тоненькой ленточкой нужно не только под чашелистиками пройтись, но и как бы их вот так отогнуть и туда, между чашелистиками и лепестками. Вот уже вот здесь это место некрасивое закрылось. Ну и вот так вот смотрим, где у нас есть такие некрасивые места и там покрываем все лентой. Ну все, я так думаю достаточно. Теперь еще раз проходим под чашелистиками. И все, теперь можно уже дальше покрывать стебель. Опускаться вниз. И вот здесь надо будет сделать несколько слоев, чтобы вот эти вот проволочные витки не были, не выделялись, не просматривались сквозь ленту. Ну все, пока это доделывать не будем, так как нам надо еще и листики обработать. Это пока в сторону. Приготовьте все листики и ленту. Ленту сразу же растягиваем. Можно ее сложить вот так вот вдоль пополам. И берем сначала вот этот вот самый узкий и самый длинный листик. КЦР-14 бисерин, две пары дуг. Он у нас будет отдельный, самостоятельный. Поэтому ленточку подкладываем, пальцем держим кончик ленты на ножке и сначала кверху пошли обматывать ножку листа. Вот тут вот хорошенько и теперь к низу. Главное, чтобы у нас вот лента доходила прямо до самого основания листика, чтобы тут не было видно ножки проволочной. Так, сантиметра на 3-4 покрыли и обрываем. Вот получился вот такой листик на ножке. Так, все, приготовили его. Теперь следующий листик у нас будет тройной. Берем еще один продолговатый, только уже не две пары дуг, а три. И тоже ось 14 бисерин. И два. Два маленьких. Два самых маленьких. Всего у нас самых маленьких 4. Из них берем два. И сделаем сейчас вот такой вот листик. Для этого тоже берем сначала самый длинный кончик ленты сюда. Прикрепляем, держим и покрываем ножку лентой. Сначала дошли до верха, теперь идем к низу. А, так, стоп. Теперь где-то вот полтора сантиметра я уже покрыла. И теперь берем один из маленьких листиков. Один загибаем в одну сторону, другой в другую. Вот, чтобы они в разные стороны смотрели. Прикрепляем сначала один, то есть вот подставляем прям под самое-самое основание. И прикручиваем при помощи ленты. Хорошо натягиваем. Так, ну вот я уже пару-тройку витков сделала, все достаточно. И теперь второй. Он может быть чуть-чуть пониже, можно на одном уровне сделать, но мне нравится чуть-чуть пониже. Буквально на два миллиметра. И тоже второй так же прикрепляем. Вот видите, тут даже трясется. Это потому что я так сильно натягиваю. То есть, если вот так свободно накрутить, не натягивая, то потом так же просто можно будет и разобрать. эту работу. Поэтому уж лучше сразу хорошо все стягивать. Ну и сейчас просто покрываем. Ножку тоже на три-четыре сантиметра. И обрываем. Вот у нас получился листик. Вот еще внимательно смотрите. Все листики повернуты лицевой стороной к нам и изнаночной от нас. То есть, чтобы не было такого, что этот лицевой стороной, этот изнаночный и тут еще как-нибудь боком. Вот все одинаково. Тоже откладываем пока его в сторону. Ленту... Лента у меня уже кончается. Я лучше возьму новую. Иначе просто не хватит. И теперь последний листик у нас будет состоять из пяти листиков. Вот один самый большой, который мы с вами делали. Потом два средних. Это 10. Ой, 10. И три пары дуг. И два маленьких. Тоже сразу загибаем ножку под 90 градусов. Вот примерно вот такой будет. Ленту растягиваем. И вдоль пополам складываем. Опять же, берем сначала самый верхний, самый большой листик. К нему прикручиваем кончик ленты. Теперь снизу идем вверх, обматывая ножку. И теперь сверху вниз. Еще покрываем ножку лентой где-то на два сантиметра. Опять же, следим, чтобы лента... Лучше пусть она чуть-чуть находит. Вот сюда чем откроет нам кусочек ножки проволочной. Вот примерно я тут полтора-два сантиметра уже покрыла. Сейчас примеряем сначала. Просто подставляем. Так хорошо? Вроде хорошо. Тут небольшое расстояние есть. Все, тогда прикручиваем. Два раза я сделала, теперь следующий. Тоже будет чуть пониже. Тут тоже под самое основание прикручиваем лентой. Так его можно еще чуть пониже, потому что он чуть-чуть большой. Побольше, чем предыдущий. Под самым основанием прикручиваем ленту, чтобы у нас тут тоже ножка не торчала проволочная. Все должно быть покрыто лентой. И еще продолжаем покрывать лентой. Примерно на полтора-два миллиметра. Ой, сантиметра. И теперь примеряем, как у нас будут смотреться мелкие листики. Так хорошо? Вроде бы хорошо. Значит, оставляем на этой высоте. Прикручиваем раз, прикручиваем два. И теперь берем следующий. Подставляем с другой стороны. Тоже он получается чуть пониже на два миллиметра. И тоже внимательно, чтобы все листики смотрели лицевой стороной к нам, а изнанкой с другой стороны. И тоже теперь просто покрываем лентой ножку. Почти что до самого конца. И обрываем. Вот получился самый большой лист. Всего три детали. Один значит одинарный. Один тройной. И один состоит из пяти листиков. Ну а теперь берем нашу розу, которую мы отложили. И вот сейчас нужно продолжить здесь обмотку лентой. Ленту тоже можно оставить сложенной пополам вдоль. И прикрепляем кончик ленты. Она хорошо липнет, поэтому так вот сразу кончик прикрепляем. Плотно-плотно его прижимаем. И дальше продолжаем обкручивать сверху вниз. Теперь у нас уже один слой ленты есть как минимум. И сейчас будет еще поверх накладываться два слоя. Так как лента сложена пополам. И уже вот эта резьба должна быть меньше видна. Если она все-таки еще видна, то можно еще, допустим, в один слой лентой сверху покрыть. Но, мне кажется, уже это не страшно, что чуть-чуть, может быть, где-то оно даже не будет заметно уже, когда роза будет готова. Но тоже лишнюю толщину здесь не хочется делать. Теперь берем первый листик и подставляем. То есть мы у него будем сейчас оставлять ножку. Примерно вот такую сантиметр-полтора. И подставляем, примеряем. Сначала просто примеряем. Как вот так, например, красиво будет. Так, кстати, я еще хочу розе сразу придать изгиб шеи. Поэтому я сейчас сразу чуть-чуть это делаю. Чтобы она как бы чуть-чуть наклонена была. Не то, чтобы просто вверх смотрела, а чуть-чуть вот головка, чтобы у нее была склонена. Так, подставляем и прикручиваем вот так, я думаю, хорошо, на такой высоте. Продолжаем покрывать лентой. Все ниже и ниже. Как бы ленточные вот эти вот витки, они чуть-чуть друг на друга, получается, находят. То есть вот последний виток и мы накладываем чуть-чуть на него. Так, дальше. Следующая примерка. Нет, тут еще высоковато. Тоже надо будет оставить кончик. Ну, где-то вот на этой, то есть еще где-то сантиметр покрыть лентой. Где-то вот на этой высоте. Так, хорошо. Тоже смотрим, сколько оставить здесь, чтобы красиво было. Можно чуть-чуть пониже. Лента кончается, просто сейчас ее докручиваем и берем новую. Иногда бывает, что лента с одной стороны более липкая, чем с другой, поэтому если у вас такая, то складывайте вот этой менее липкой стороной, чтобы более липкая у вас осталась снаружи, чтобы хорошо сделать сборку. Теперь тоже вот как можно присоединить эту ленту. Тоже кончик вот так прикручиваем, закрепляем. Ну и сначала чуть-чуть к верху и теперь пошли к низу. Так, и примерка. Можно еще пониже. Я подставляю этот лист лицевой стороной крозе, потому что потом он будет отгибаться. То есть если мы изнанкой крозе, то либо его придется уже вот так оставить, но это как бы ненатурально, либо если вы его отогнете, то изнанка как раз вся вылезет наружу. Поэтому вот так лицом в стебляку. Ну вот на такой, наверное, высоте нормально. Тоже смотрим сколько оставить вот здесь вот ножку и прикручиваем. И пошли к низу. Еще если у вас есть ваза уже специально под эту розу, то посмотрите, попробуйте поставить в вазу, чтобы до куда горлышко дойдет. И уже в соответствии с этим прикреплять на правильную высоту. Ну и все, и теперь до самого конца крутим, крутим, крутим. Вот эти проволочки я поправляю, чтобы они не закручивались вокруг стебля, которые тут еще оставшиеся торчат. Все, сейчас уже никаких проволочек, просто очень быстро покрываем лентой. Ну и вот чуть-чуть до кончика не дошла лента. Можно, конечно, и так оставить, а можно взять небольшой кусочек ленты. Можно уже его даже пополам не складывать. Просто вот такой широкий. Подставляем вот здесь, в том месте, где закончилась обмотка. И теперь идем к низу, к низу, к низу. Так, сейчас я покажу, как кончик оформить. Вот у нас конец проволоки. Чуть-чуть покрываем внахлёст. Вот, теперь смотрите, загибаем и продолжаем дальше обкручивать, обматывать, но только уже пошли от этого края к розе. Ленту, естественно, хорошо натягиваем. Вот и получился вот такой вот обработанный лентой кончик. Ну все, роза готова. Теперь осталось только придать ей форму. От ленты руки обычно бывают липкие, поэтому нужно об салфетку их протереть. Ну и теперь каждый вот этот вот листик, самая последняя, можно сказать, самая важная процедура, это каждому листику, лепесточку придаем форму. Чтобы они смотрелись живо. И сами вот эти вот веточки тоже можно по-разному изогнуть. Тешевистики тоже каждому придать форму. Вот получилась вот такая роза. Вальская. Немного такая диковатая. Вспомним и со вкусом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова